Здарова ребятки, меня зовут Павел и сегодня вкратце поговорим о броне в Mount & Play 2 Bannerlord. Несмотря на то, что игра не вышла в релиз, мы имеем достаточно большой выбор брони. Я хочу показать вам топовые сеты, но оговорюсь, что это исключительно субъективно. Ваш выбор может разительно отличаться от моего и все такое. Собирая информацию, анализируя ее и составляя топ, я выделил два критерия. Внешний вид, то есть как сет вообще смотрится на вашем протаже и характеристики брони, величина которых в той или иной степени нивелирует получаемый урон. Получилось 4 сета брони. Давайте по очереди осмотрим каждый получившийся сет. Название каждого элемента брони я буду называть из русификатора от команды .ua версии 2.5, но прикреплю на видео и английские названия. Начнем с малого, а именно с северного комплекта. Характеристики близки к топовым, но отстают от 2 до 10 единиц. Этот сет вполне неплох на поле боя, и я добавил его в том числе из-за внешнего вида. Весит не так уж и много, мало защищает ноги, вытягивает из-за развивания медвежьей шкуры по ветру на максимальных настройках графики. Описывать подолгу не буду, не хочу затягивать ролик. Давайте к следующему, а именно комплект брони, военачальника, горца. По статам, конечно, это не самый топ, но уже ближе к нему. Топовые тут только наплечники, остальное на 2-4 единицы, защита отстает. Но черт побери, эти доспехи выглядят прекрасно, это же просто красотища, массивные наплечники, здоровенная металлическая штуковина на груди, только у весистого щита и топора не хватает. Весит он, кстати, меньше, чем предыдущие, 24,8 единиц веса, в чем бы они там не измерялись. Следующий комплект южный. Весит больше ранее представленных, но и больше защищает. Например, плечи. Ну, только плечи. Шлем, конечно, красив, но значительно уступает вообще всем в этом видео. В целом, средний доспех, в котором не стыдно рассекать по пустыне, сметая всех неверных на своем пути. И вот последний комплект, имперский. Он является абсолютным топом и по характеристикам, и по внешнему виду. Это самый лучший сет в игре. И это единственный сет в игре, который имеет максимальные значения для каждого элемента. Вес средний 25,2 единицы. Защита головы просто выше некуда, 58. Плечи 70, тело 62 и ноги 52. Это же просто вау. И как этот комплект органично выглядит. И пока вы смотрите на эту красоту, давайте поговорим о том, как все эти комплекты собрать. К сожалению, как в Варбанде, в городах Панерлорда не разбросаны сундуки, и я не могу сейчас поместить в один из них все сеты в качестве мода скинуть вам. Кстати, если бы вы хотели небольшой мод с комплектами брони, которую я поместил бы в подобный сундук, то поддержка лайком этого видео мотивирует меня на создание подобных вещей, как только это станет технически возможно. Без сомнений, вы можете налутать с лордов каждый перечисленный элемент брони, ведь караванщики в таком не ходят. Если вы избрали путь снять кастрюльку с поверженного врага, то вашей целью должны быть лорды и только они. Навык плутовство упростит вам задачу, так как повышает количество награбленного лута. Второй путь – это покупка. И это очень дорогой выбор, ведь броня шестого тира стоит ого-го как, да и в продаже чаще всего такие штуки не бывают. Но если, скажем, в городе Эпикратея у вас есть кузница, в смысле как мастерская, то через некоторое время она начинает производить броню и оружие все лучше и лучше, но до шестого тира вы так будете ждать 10 лет. Поэтому остается только грабеж и разбой. Лучше дела обстоят только с лошадьми и броней для них. Давайте бегло по этому пробежимся. Топ-3 открывает кольчужная конская броня и боевая дистрия. Обойдется разом этот комплект примерно в 20 тысяч динара. Лучше из среднего, но худше из топа. Топ-2 у нас занимает боевая лошадь пустынника и кольчуга с металлическими пластинами. Средняя цена 25 с половиной тысяч монет. Выглядит уже лучше, да и защищает верного коня аж на 4 единицы больше. Топ-1 броня для лошади, как ни удивительно, имперская. Имперская чешуючатая броня. А в комплекте с породистым жеревцом лучший транспорт вы не найдете. Средняя цена на скакуна от 7 тысяч, а брони 56 с половиной тысяч монет. Что в сумме дает нам 63 с половиной и первое место по показателям скорости, маневренности, натиска и защиты. Можно было бы включить в этот топ щиты конечно, но пожалуй на сегодня краткий обзор топовых шмотов закончен. Щиты мы добавим в топ оружия, если конечно вы это захотите. Так что жмякайте лайк, пишите в комменты что конкретно вас интересует. Я обязательно сниму новое видео. С вами был Павел, всем вкусного чая и добра!